добрый вечер дорогие друзья давайте сегодня поговорим о карме попробуем нести ясность в это понятие во многих источниках эзотерических это слово пришло оттуда карма описано сложными формулировками духовными рассматривается как наказание человека за что-то и так далее поэтому когда говорят о карме как правило это имеет негативный окрас типа это человек должен отработать это человек обязательно должен пережить предполагается что карма формируется в виде если в этой жизни я тебя убивал значит следующей жизни ты меня убиваешь и наоборот в этом всем есть и правда и ложь давайте чуть глубже рассмотрим эту тему и опять-таки буду опираться на наш опыт из инфодайвинга из работы с подсознаниями людей и из того что мы вот с чем мы реально сталкивались и как это работает вообще все что касается передачи информации да надо понять что информацию переносит энергия да то есть там где есть определенные энергетические такие вихри они содержат информационную составляющую и это информационная составляющая переходит из инкарнации в инкарнацию почему же она переходит и вообще как создаются эти информационные вихри которые потом в дальнейшем раскручиваются как кармические случается какая-то напряженная ситуация и у человека получается раскачивание внутреннего состояния либо в позитив либо в негатив но негатив позитив это вообще оценка и во все века в каждый в каждую эпоху имеется своя оценка то что сегодня мы считаем позитивным когда-то было негативным и наоборот да речь идет о включении об эмоциональном включении человека именно эмоциональном включении в какое-то действие реакция на какое-то действие например кто-то там друг другу чего-то сделал да и вот в этой завязке в этом действии сокрыта некая энергия и эта энергия ее не прокачал человек как бы через себя она она выкачивается рассасывается да не остается вот этого зажатия только в том случае если оттуда изъята информация как осознание да но если там вот остается вот этот сгусток то этот сгусток он в дальнейшем формирует еще больше энергии набирает и в дальнейшем он развивается в какое-то следующее событие например если сравнить с деньгами да то вот у вас есть какая-то сумма и она у вас есть 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 до сих пор пока пока вы ее не потратили да и возможно под процентами нас формируется в большую сумму вот точно так же и вот с этими энергоинформационными сгустка сгустками такими проходящими в течение жизни очень много таких сгустков где-то самопроизвольно распадаются где-то их человек отрабатывает даже не замечая как есть те которые в течение жизни говорят мгновенная карма прилетела а есть те вещи когда во время инкарнации вот эти все вещи они обнуляются то есть там есть такой момент после 3 4 дня из того что мы наблюдали когда полностью стирается информация как бы стирать перебрасывается с флешки на флешку да информация текущей жизни человека той что было и формируется начинает формироваться следующая жизнь и вот в этот период информация должна обнулиться но она изъят должен быть опыт опыт потом идет как дополнительный ресурс к механизму веры на следующую жизнь потому что механизм веры опирается на опыт и там такая достаточно сложная схема получается в этих вещах мы до конца с ней еще не разобрались но всяком случае уже интересные штуки наработали из того что удалось рассмотреть так вот получается что есть определенные моменты когда не вся информация затирается то есть есть нечто что содержит большое количество энергии и она окрашена в определенную частоту да то есть имеет определенные частотные характеристики и вот эта энергия она в дальнейшем сопровождая душу переходит в следующую следующую инкарнацию и потом она будет как ресурсная травма и в какой-то момент она информация об этом там о какой-то травмирующей ситуации прописывается метельных метках и в дальнейшем будет подтверждающая ситуация в детском возрасте и потом во взрослом возрасте уже развивается в какую-то большую сцену да то есть этот бюджет выделяется под конкретную задачу прописана согласовательная схема где когда он будет развернут по сути дела карма это энергия да это энергия с информацией таким образом каким образом она развернется это не значит если ты меня убил значит я тебя убью до следующей жизни непонятные есть механизмы которые вообще удивительным образом работают то есть в одной жизни человек там ляпнул что что он там что-то сделает да а в другой жизни ему прилетает это со всем другим проявлением но оказывается в бессознательном она как-то связалась то вообще не связано действие логику бессознательного зачастую понять сложно она как-то выхватывает какие-то она выхватывает не слова какую-то суть да и вот эту суть она где-то выхватила где-то как-то состыковала и энергия с информацией она потекла и она определили определяется частотным окрасом все и как она развернется в жизни зачастую предвидеть сложно но так как там хранится информация то работая с ней можно это дело убрать либо же человек это проживет через картину мира и займет очки осознания все у него будет прекрасно будет красивая игра под названием жизнь вопрос вот в текущей жизни как мы формируем карму такой интересный у нас люди как реагируют если карма негативно значит я буду хорошей девочкой да то есть как как мы реагируем если карма это зажатия какие-то у нас да то есть момент когда через нас течет энергия повседневной жизни и вот идет какая-то наша реакция и мы можем энергию резко взять и зажать себе я подавлю себя я буду хорошей девочкой я не скажу ему что он козел но я его ненавижу да и раз это в себя зажало потом два зажало три зажало тело какое-то время держит 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 а потом не выдерживает потом вот эта вот энергия накапливается накапливается информация накапливается психика не выдерживает и запускает какую-то болезнь но или либо же разворачивают какой-то сценарий для того чтобы человек все-таки задумался зачем ты подавляешь то но ему же надо выглядеть хорошей девочкой человеку этому да и в то же самое время она может взять и начать орать и проявлять выводить свою эмоцию и раскачивать качели в другую сторону она вроде не держит этой энергии но за счет эмоциональной составляющей она продуцирует этой энергии накачивает еще больше потом чувствует опустошение опустошение вроде бы я все вывела из себя откуда во мне могла взяться энергия психика устроена таким образом что если был очень большой отток то она резко из ресурсной травмы обеспечит приток и у вас опять будет переизбыток энергии да и 5 будет пери избыток очень большая порция придет сразу и опять там больше энергии с информацией это тоже будет карма то есть по сути дела корма формируется в крайних крайних состояниях либо когда вы что-то зажимаете подавляете либо когда вы что-то расплескиваете вот в этих крайних состояниях и формируется корма Тогда формируется избыток энергии, информация, и это в дальнейшем является бюджетом для съемки следующего сценария. И информацию об этом уже можно при инфодайвинге получать, то есть если вы ныряете и хватаете информационный вот этот вот блок, то, соответственно, вы можете оттуда взять информацию, какая завязка была на проживание, какой бюджет был на проживание данного конкретного эпизода в жизни. И таким образом в карме нет ничего хорошего или плохого. Если вы гармоничны, если у вас достаточно сбалансированная энергия, миром правит гармония. Если у вас гармония, если вы в балансе, если вы не бросаетесь в крайности, то как бы она и не формируется, эта карма. Но тогда вот такие состояния, когда человек умеет держать, это уже достаточно осознанная жизнь. И тогда у него появляется выбор, и тогда он может не из кармы формировать свою реальность, а действительно из осознанного выбора. И это уже другой человек, это уже другой сценарий игры, и это то, чему мы учимся всю жизнь, к чему мы доходим долгие годы для того, чтобы осознать, все-таки мы творцы своей реальности, мы ее творим осознанно, и к осознанности не относятся вещи, где мы что-то подавляем, под кого-то подстраиваемся, чему-то соответствуем, ради кого-то одеваем маски хороших девочек и так далее. Все это программы. Эти программы, они обеспечивают вот эти зажатия. Если ваша душа искренняя и открытая, энергия течет свободно. Таким образом, залог отсутствия кармы – это чистая, открытая душа. Представляете? На самом деле элементарно просто. В эти моменты, когда душа открыта, когда энергия валит потоком, когда она не зажимается в искренней, никакая карма не формируется. Во всяком случае, вот это то, что мы на сегодняшний день на эту тему успели схватить, наработать. И сейчас будем расшаривать эту тему дальше. С вами была я, Наталья Зайцева. Надеюсь, эта информация будет полезна для хороших девочек и плохих мальчиков.